А всем привет с канала Brim Team и это у нас опять такой выпуск из оружейной тематики. Новый пистолет. Был видеоролик про обзор ПМ от компании Galaxi с сайта Pneuma 24 с магазина. Вот мы с Кристиной были в Самаре, зашли в охотоманию, ссылка на магазин и на их инстаграм будет в описании. И решил себе там также вот еще один спринговый приобрести, наверно будет последний спринговый пистолет. Никогда не говори никогда. От компании Stalker, также в полном металле, калибр 6 мм, это пластиковые шары Airsoft Gun Spring. Модель SA-17G, это Glock 17, знающие люди уже узнали его. Так, краткая информация, емкость магазина 11 шаров, сила, мощность 0,7 джоуля, помните УПМ 0,5 джоулей. Калибр 6 мм, начальная скорость пули 80 метров в секунду, спринговый механизм, тип пластиковые шары. Пистолет пневматический, пружина поршневой, длина, габариты, материал цинк ABS пластик, артикул. Вот такая вот коробка. Сделан в Китае, компания Stalker. Обращаться с изделием так же, как с оружием. Всегда направлять в безопасную сторону, хранить в безопасном месте. Не игрушка необходим, надзор взрослых. Неправильное, либо небрежное использование может привести к серьезным травмам, либо смерти. Вот так вот, может быть опасным до 205 метров. Мы с ним уже поиграли, друг в друга попали им уже. То есть, довольно больно он бьет по мягким тканям. В комплектации сам пистолет, упаковка таких шариков, не очень хорошего качества, которые рушатся от удара. И паспорт, инструкция по эксплуатации, конструктивно схожее оружие, принцип работы его, внимание, не направлять, бояться рикошета. Гарантия 1 месяц со дня продажи, дата, подпись продавца и охота мания, город Самара, улица Гастелло 35А. Паспорт оставим. Сразу скажу, что вот, сразу докупил две упаковки шариков от этой же компании Stalker. По 250 штук, 6 миллиметров, 0.12 вес и 0.25. 0.25 бьет больнее, 0.12 летит дальше. Здесь у нас такие, наверное, тоже 12 или 14 шары в сторону их. И приступим к обзору. Сниму обзор, наверное, получше, чем на ПМ. Значит так, надпись у нас Stalker, модель 6 миллиметров и, внимание, данный продукт является источником повышенной опасности, не направлять в сторону людей, наверное, силы 0.7 джолли калибра 6 миллиметров. Любые вот такие механизмы здесь неподвижны. Предохранитель, этого ничего нет, потому что он как бы спринговый. Хотя вот здесь вот мы видим, что-то двигается. Может это, кстати... Нет, ни на что это не влияет. Работает кнопка выброса магазина. Магазин, кстати, очень тяжелый. Сделан именно по аналогу боевого ГЛОКа. Так как ГЛОК двух- или трехрядный даже и магазин, следовательно, широкий. Сам магазин у нас механический на пружине. Далее идет спусковой крючок активный. Как и у реального ГЛОКа у него нету курка здесь, он внутри корпуса. Нерегулируемый цель крымушка и имитация окна выброса гильзы. Ствол, наверное, какая-то сталь. Сам пистолет, это все цинк. И рукоять, ABS пластик. Взводится как пружина поршневой. Легче ПМа. Даже можно его вот так вот на имитацию задворной задержки удержать. То есть у меня тут есть фонарик с магнитом. То есть ствол магнитится. Вот это уже нет. Так, значит ствол у нас магнитится. Цинк нет. Магазин вот снизу слегка держится. Так. Метация затворной задержки может быть сделана рукой. Но что-то для этого нет. Вот. Выполнен он довольно качественно. То есть нареканий за его стоимость у меня нет. Это 1950 рублей. Нареканий вообще никаких не имею. Можем в окне магазина увидеть как раз таки сам спринговый механизм. Я вот думаю, кстати, даже если когда спринг из строя выйдет, то у меня же будет по сути корпус блока. Можно будет отдать его стрельболистам, чтобы они мне засунули туда привод. И будет в такой приводной пистоле. Так, значит. Услышали уже хлопок, который довольно громкий. А лязгание это затвор. Вот мы держим. Все. Никаких лязгов нет. Затвор потому что очень подвижен. Хлопок довольно громкий. То есть даже слышится такой металлический звон. В магазине вставляем вес его в 700 грамм. То есть очень увесистый. Кстати, рукоять именно как сделанная под аналог Глоука для удобства. И есть даже планка Пикатинни или это планка Вивера. Рельса. Нет, планка Вивера по-другому выглядит. Даже на лосточный хвост похоже. Для крепления фонарика либо лазерного целеуказателя. Попробуем сейчас зарядить магазин Шарин. Так, как мы знаем из паспорта инструкции и на коробке из информации, что помещается 11 шаров. Все. Можете, конечно, попытаться засунуть дольше, но это приведет только к заклиниванию. Все. Мы его зарядили. Сейчас куда бы здесь попробовать пострелять. Ну вот давайте в коробку же сейчас выстрелю и просто посмотрим на то, какую вмятина он делает. Так. Зарядил его уже. Смотрим. То есть вот вам пожалуйста. Мощность спрингового пистолета. Картонка на вылет. Плюс он не потерял. Так. Извиняюсь. Все хорошо. Он прострелил в картонную коробку. И плюс не потерял мощности. И отрикошетил даже от сетки. Отрикошетил в стену и прилетел около меня. То есть довольно мощный пистолет. И поэтому рекомендую к приобретению, чтобы поиграться по банкам, по бутылкам, по бумажным мишеням. Оттачивать точность. И, ну наверно как вторичку на страйкболу не посоветую. Потому что все таки спринг очень медленно перезаряжается. И даже что у ПМа. Я магазины сразу заказал. Думаю вот такие магазины будут стоить намного дороже. Цельнометаллические. Только вот пластиковые уши. А так прям рекомендую и советую. Очень понравился. И очень больно бьет. Так. И поэтому я его рекомендую к приобретению в магазине Охотомания. Город Самара. Улица Гастелло 35А. Недалеко от автовокзала. Вот наш видеоролик и подошел к концу. Будем дальше снимать подобного рода видеоролики. Разбавим рыболовный канал еще оружейной тематикой. Надеюсь видеоролик был полезен и интересен для вас. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, чтобы не пропускать новые видеоролики. А с вами был Бримтим. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok